Привет, русские друзья! Я люблю вас! И сколько она зарабатывает. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Мэрия Музерли родилась 12 августа 1983 года в городе Кассель, Германия. Будущая звезда красных дорожек воспитывалась в межнациональной семье, ведь ее мама Урсула имеет немецкое происхождение, а отец Хусейн родом из Турции. Из-за такого родства внешность девушки очень отличалась от ее европейских сверстниц, из-за чего в школе Узерли звали на театральные спектакли и другие творческие проекты. На тот момент маленькая Мэрием еще и не подозревала, что благодаря своим корням она сыграет самую могущественную женщину в истории Османской империи. Конечно, актерская карьера принесла Мэрием Узерли не только большую популярность, но и сделала ее достаточно обеспеченной. В 2008 году актриса появилась в фильме «Втроем», который стал отправной точкой в кинобизнесе для Мэрием. Состояние современной Рексаланы оценивается в 5 миллионов долларов. Большую часть этой суммы Узерли заработала благодаря телесериалу «Великолепный век», в котором ей досталась главная роль Хюрем Султан. За одну серию со своим участием немка получала 35 тысяч турецких лир. Это около 16 тысяч долларов по тогдашнему курсу и 4 тысячи по сегодняшнему. Позже пресса стала публиковать информацию, что из-за такой маленькой зарплаты женщина и решила покинуть проект, ведь ее сериальный муж и Султан Халит Эргенч зарабатывал за серию 30 тысяч долларов США. Однако сама актриса никак не прокомментировала данные слухи. Да и незачем, ведь они с Халитом в достаточно хороших отношениях, и это главное. Но как бы там ни было с гонорарами, свои сбережения Узерли тратят с умом. Наверное, самым большим ее приобретением за все время стала личная квартира в столице Германии, Берлине. Мерьем неспроста решила обжиться именно в этом городе. Ведь так она сможет совмещать работу над проектами в столице и быть рядом с родителями, которые живут в трех часах езды от дочки в ее родном касселе. Судя по инстаграму звезды, Узерли вместе с дочкой проживает в многоэтажном доме, который расположен в самом центре Берлина. Также на публикациях можно увидеть, что интерьер квартиры выполнен в достаточно классическом, уютном стиле. Жилище имеет достаточно открытую планировку, ведь кухня-студия совмещена с залом, который плавно перетекает в игровую комнату. Примечательной деталью в гостиной являются китайские фонарики, свисающие с потолка. Еще Мерьем большая ценительница искусства, ведь ее дом уставлен скульптурами и убешен картинами. В квартире есть небольшой балкон с зоной для сидения, где актриса любит встречать утро. После такого обзора напрашивается вопрос, сколько стоят такие апартаменты. На немецких сайтах недвижимости подобного рода квартиры продаются за полмиллиона евро и дороже. Личная жизнь Мерье Музерли очень похожа на ее экранные романы, где столько же страсти и интриг. После снисхождения всемирной славы за отношениями немки начали следить миллионы людей. Однако сама Узерли пыталась всячески скрыть данную информацию от прессы. Известно то, что во время съемок Великолепного века Мерьем была вместе с турецким бизнесменом Джаном Атеши. Вместе с любимым актриса планировала свадьбу, но, к сожалению, в 2013 году они разошлись. В 2014 году у Джанны и Мерьем родилась дочь Лара, которую родители просто обожают. Спустя год после рождения дочери, СМИ заговорили о романе звезды с бывшим партнером по Великолепному веку Азаном Гювеном. Вскоре Мерьем опровергла данные слухи. Позже женщину видели в компании бизнесмена Альпа Озджана, с которым Узерли даже отправилась на отдых во Францию. Но страсть между людьми быстро утихла. На кинофестивале Берлинале 2019 актриса представила своего нового избранника – арабского продюсера Мохаммеда Аль-Турки. Данные отношения Узерли предпочитает не выносить на публику, а хранить втайне. В январе 2020 Мерьем объявила о том, что во второй раз стала мамой. Родители назвали новорожденную дочку Лили Кои. Как публичная персона, Узерли всегда с ответственностью относятся к своим действиям и высказываниям. Ведь они могут послужить примером для многих. В мае 2020 года, во время интервью для турецкого издания Джумхуриет, актриса призналась, что отказалась от личного автомобиля. Мерьем сделала такой поступок после съемок в фильме «Улей», в котором она играет главную роль. По сюжету героиня немки возвращается в Турцию, чтобы исполнить последнюю волю матери и возродить семейную пасеку, пчелы которой на грани исчезновения. Данная работа настолько удивила Узерли, что она стала очень серьезно относиться к экологическому вопросу, перестав есть мясо, начав пользоваться общественным транспортом и сортировать мусор. По словам самой Мерьем, для нее очень важно сохранить мир в целостности для будущих поколений. Поэтому она будет делать все, что в ее силах, чтобы эта идея воплотилась в жизнь как можно скорее. Актерская карьера в масштабных кинопроектах – дело прибыльное, однако она накладывает немало обязанностей, игнорирование которых может привести к серьезным последствиям. Подобные обстоятельства чуть не произошли и с Мерьем. После того, как она расторгла контракт с создателями Великолепного Века, в ее жизни началась настоящая суматоха. Все из-за условий сделки, которые были связаны с этим действием. Так, она не имела права сниматься в других проектах, пока не прекратится трансляция новых серий Османской саги. В случае нарушения обязательств девушка должна была выплатить штраф в размере одного миллиона долларов. Внушительная сумма. Благо, ее не пришлось обналичивать ради такого повода. Дело в том, что создатели сериала планировали выпустить фильм по его мотивам, где планировалось появление Узерли. Так ей удалось избежать неудобного пункта в контракте и с успехом продолжить свою карьеру. Кроме работы на киноплощадке, девушка успевает заниматься увлекательным хобби. В 2015 году она, удивив многих поклонников, выпустила собственный бренд косметики. Похоже, что бесконечные фотосессии для журналов вдохновили ее на занятия собственным бизнесом. Действительно, после стольких часов гримирования ради съемок легко задуматься о личной косметике. Название решили сделать узнаваемым для поклонников Узерли. Бренд Мэриэм Косметикс пользуется успехом и до сих пор является неплохим дополнением к прибыли актрисы. Лишние деньги всегда пригодятся. Свои актерские способности Мэриэм начала проявлять еще в самом детстве. Так ее родители понимали, что воспитывают талантливого ребенка. Как и другие ровесники, она поначалу мечтала о других профессиях. В воображении Узерли представляла себя в форме полицейского, что охраняет правопорядок и борется с опасными врагами. Также она часто говорила о врачах и их нелегком деле. Однако последующий третий выбор Мэриэм определил дальнейшую судьбу девушки. В ее глазах загорелась искра стать актрисой. Уже в пятилетнем возрасте она дебютировала на большой сцене. Но вот пробы на роль Роксолана ей дались совсем нелегко. Однако девушка получила желанное участие в столь амбициозном сериале. Конечно же, она подумала, что все сложное уже позади. Но не тут-то было. Мэриэм очень плохо знала турецкий язык. Несмотря на то, что она каждый день практиковалась в произношении, это не помогло ей избавиться от акцента. Да и грамматические ошибки явно не красили речь актрисы. Однако обучение серьезно помогло ей вжиться в роль этой важной исторической личности. Поклонники простили Мэриэм подобное незнание. Ничего страшного, даже реальная Роксолана не сразу разобралась в турецком синтаксисе. На сегодня это все, друзья. До встречи в следующих выпусках.